Так или нет? И в некоторых своих книгах Шейх Ибнус Аймин говорит, что Яговец сказал здесь Ма'рифа, а не сказал Ильм. Не сказал Аль Ильм билл Ахкама Шар'ия, знание относительно шариатских постановлений, а сказал Ма'рифа, потому что Ма'рифа включает в себя как знание, так и предположение. Но здесь нужно отметить то, что можно сказать также и Ильм, потому что знание, Ильм в арабском языке тоже включает в себя как убежденность, так и предположение. И довод на это какой? Слова Всевышнего Аллаха, так или нет? Всевышний Аллах, когда приказывает пророку, саламу, испытывать тех мухаджиров, тех женщин, которые переселились в Медину, говорит, испытывайте их на веру, если вы узнаете, что они верующие, а как ты можешь быть уверен, что они верующие, так или нет? То есть человек может быть лицемером, а выдавать тебе веру. То есть под словом, если вы узнаете, что они верующие, имеется ввиду, наверняка решите, что они верующие, так или нет, исходя из тех внешних деяний и слов, которые они делают или произносят. Понятно? Говорит, что фалата ржи агунна и ля куфар, то тогда уже не возвращайте их к неверующим, то есть обратно в Мекку. Отсюда получается, что слово Ильм, знание в шариате используется как на убежденность, так и на что? На предположение. Понятно или нет? Так и на предположение. Об этом сказал Шуеху Саламу Таймия в книге Али Стикама. Также, что нужно здесь отметить, то, что понятие Галя Батулзан, что такое Галя Батулзан, когда ты не убежден в постановлении, но наверняка думаешь, что постановление в этом вопросе такое. Оно задействуется в Фихе, тоже используется в Фихе. Понятно или нет? То есть в Фихе используется не только убежденность, но и Галя Батулзан. И множество вопросов Фиха строится именно на предположении. Но большинство вопросов Фиха строится на чем? На убеждении. Это у себя нужно отметить. То, что большинство вопросов Фиха, ответы в них построены на убеждении. Понятно или нет? Но множество, также много есть постановлений или вопросов Фиха, которые строятся на чем? На предположениях. Как сказал об этом также шейх Уссам Тайме, тоже в книге Али Сикама на странице 55. И сказал он же, то есть шейх Уссам Рахима Аллах, в чем Маджмуль Фаттава в 9 томе. Сказал Акферу Шари'а Али Джма'ат. Большинство шариата построено на чем? На единогласных мнениях. Большинство шариата построено на единогласных мнениях. Это для чего мы приводим? Потому что некоторые говорят, что большинство вопросов фикха, это что? Вопросы спорные, в них есть разногласия и так далее. Нет, на самом деле, что большинство вопросов фикха и вообще шариата построено на чем? На единогласных мнениях. Дальше. Говорит Аль-Мураду Бекавлина, а когда мы говорим Аль-Ахкам Аш-Шар'ия,